Грилы? Ага. Классно. А зачем оленю нужны рога? Знак доминантности. Совершенно верно. А еще? А еще барышням, оленухам, нравится. Чем больше рога, тем самец привлекательнее. Скажите, пожалуйста, а для самца вопрос «понравится барышне?» Это важный вопрос или не важный? А более важного вопроса нет на свете. Он вполне соизмерим с вопросом «удрать от хищника». Вопросы, чтобы меня не съели, и чтобы я размножился заодно, и чтобы я сам поел. Это три важнейшие группы. Так что такие признаки будут называться сигнальные демонстриные признаки. Они присутствуют у очень многих животных, отнюдь не только млешок. Я уж не говорю про павлины и подобные вещи. Типовой вариант, хорошо, льву зачем грима? Кроме того, что это прибежище для паразитов, кожных паразитов. Паразитов из короткого львиного меха не проблема, а вот из гривы нельзя. И тем не менее, почему львов грима? Деморфный признак. Признак, отличающий санца от самки. Рома также упрямлялся. У нас с вами, кстати, деморфизм вполне средненький. Деморфизм, что называется, когда в рамках одного вида санцы и санки резко отличаются. Ну, ясно, что всем вам кажется, что, конечно, барышни от мужиков отличаются, но спут невозможно. Хорошо. А теперь вы попали на гусиную ферму. Как по-вашему, сами гуси, гусыню, гусаков отличают? Отлично отличают. А вы отличите? А никогда не отличите. Признаки нашего отличия исключительно малые, очень лёгкие признаки. По-настоящему, когда деморфизм развит, значит, ну, у горил, допустим, у армутанов, там самец просто вдвое крупнее барышни. Там по размеру не перепутаешь. У одних плыки глиной свой указательный палец, а у другой почти не возвышаются над стальным зубным рядом. У одних затылочный гребень на ладонь поднимается над черепом, это точка крепления жевательной мускулатуры, а у другой темя практически плоская. Вот это отличие. А наши с вами отличия очень слабые. Хорошо. Кроме деморфизма, какие ещё вопросы есть? Почему не так, не всех пускают греяться? Как участие остается всех, кто греется? Нет, здесь не так вопрос ставится. Не, не всех пускают. Греется любой, кто закопит. Здесь вопрос, все ли хотят? А, все ли хотят? Да, конечно. Ну, потому что вакантных мест в источнике предоставлено. А недостатка в таких источниках, в территории обитания обезьян, нет. Просто это... Скажите, пожалуйста, все ли здесь присутствующие любят бегать трусцой? Наверное, не все. Значит ли это, что ни один здесь присутствующий не любит бегать трусцой? Не, наверное, не значит. Они от нас, точнее мы от них, в этом отношении не отвечают. Есть такая старая присутствие. Кому нравится пуп, кому пупатья, а кому слюная хряща? Значит, кому-то нравится греяться в источнике, а кому-то что-то другое нравится. Ещё вопросы? Да? А почему нужно, например, у вас по самому взяду? Тоже для вас в каких-то моментах? О-о-о-о. Скажите, пожалуйста. Слово «социальность» для вас понятное? Поднимайте руки, что не понимает значения слова «социальность». Ага. Проблемы с количеством честных людей в зале. Три, четыре, пять, шесть человек. Остальные понимают, да? Поднимайте руки, кто может дать определение «социальность». «Социальность». Опа. Ведь все понимают. Определите-ка, пожалуйста. Да, прошу. Возможно, как хорошо потратить эту жизнь в зале, в зале, в зале, в зале, в зале, в зале. Во-первых, проблема, как на высокий уровень от низкого уровня отличать будем. А во-вторых, берем какого-нибудь заведомо одиночного зверя. Допустим, все кошачьи, за исключением львов. Это такие угрюмые одиночки. Значит, легко, что они не могут контактировать друг с другом на высоком уровне. Вы никогда не наблюдали сцену встречи двух котов где-нибудь во дворе? Отлично контактируют. Так контактируют, что слышно будет в соседнем переулке. А при этом это совершенно не социальные животные. Значит, стадо, стая, прайк и тому подобное. Социальное группа, это называется, или скопление. Вот сейчас мы разберемся с человекообразными. И как раз о социальности и о речи, а эти две еще взаимосвязаны. Всегда и у всех. Наши дальнейшие разговоры... Субтитры создавал DimaTorzok